всем приветики смотрите девочки мальчики какое сегодня у меня классная прическа делала я сама я подготавливаюсь репетирую скоро увидите скорость будет праздник хэллоуин поэтому вот экспериментирую делу бантики я думаю может сделать образ грустный какой-то мальвины почему там или какой-то грустной куклы я сделал макияж классный будете смотреть я пока что вот смотрите это мусорные пакеты были чуть-чуть отрезала сделала такие бантики сейчас они не получились это я так первый раз попробовать сделать но мне нравится если накраситься сделать красиво еще еще лучше хвостики эти то будет классно как вам девочки мальчики напишите мне допустим нравится как-то необычно зачем покупать бантики если можно самой сделать правильно правильно так сегодня девочки мальчики я хотела бы поделиться с вами насчет дальнейших действий в германии именно касаемо меня что я вам хочу рассказать то как вы нас смотрите и знаете мы сейчас они ходим на курсы курсы скоро у нас закончится совсем совсем скоро и хочу вам рассказать то что я планирую пойти на работу да да вам не послышалось я планирую и на работу это очень-очень скоро будет тоже потому что я же говорю курсы сейчас мы ходим потом быстренько экзамен и как только курс закончится так только мы моментально будем искать работу хочу вам сказать что сертификат я получу я знаю я уверена в этом думаю что аня тоже конечно получит сертификат сдадим и быстренько будем искать работку почему вы спросите даже если мы сдадим не пойдем на b2 а я вам отвечу лично мы с они так решили я а не объясняла я говорю нет смысла идти дальше на b2 потому что это очень долго много времени на это уходит и во-вторых если я буду уверена не если бы была уверена что я здесь хочу остаться навсегда тогда бы я бы пошла в сани дальше на b2 конкретно изучать язык чтобы или до знания но мне кажется вполне b1 не будет достаточно чтобы пойти сначала на какую-то работу понятно мы не будем сейчас говорить все начинают с чего-то тем более мы в германии на все которые приезжают а думаю не хотят быстрее изучить как-то языки уже пойти работать то как мы ходим на курсы знаете я немножко скажу я устала вот даже на курсы хоть сейчас каникулы сейчас начнется опять с курсы но я уже хочу побыстрее чтобы курсы закончились и чтобы мы быстрее уже пошли на работу не знаю как там она классно до учитель у нас классный но то как мы были на повторе вот это время это какая-то пауза не знаю мне немножко уже надоело хочется что-то менять быстрее выходить на работу вот сертификат как только получим сразу же пойдем на работку что еще мы обсуждаем вот я решила не знаю правильно или нет но то как я вам доверяю вы нам доверяете решила с вами поделиться что они по секрету рассказала той вам сейчас немножко секретик какой раскрою у меня есть такие мысли я не предложила сказала что скорее всего я хотела бы жить искать работу в дюссельдорфе почему потому что это перспективный город там много работ и еще что я влюблена в этот город потому что я не знаю вот знаете я живу в нашем тут городе он да он рядышком с дюссельдорфом но он такой какой-то маленький я люблю большие города и люблю когда многоэтажки вот дюссельдорф почему мне нравится потому что там многоэтажки ну эти высотки так скажем да и он меня впечатляет масштабами он какой-то знаете вот я его полюбила он сам по себе разнообразный город классно там да когда там допустим неделю поработал там суббота или воскресенье выходные тебе хочется просто выйти погулять вот у меня сразу вот первая мысль когда я там летом сижу и думаю куда бы съездить ближайший город это дюссельдорф потому что это замечательный красивый город почему бы нет я понимаю прекрасно что цены может быть может отличаться вот допустим нашем городе цены ниже на квартиры на там там может чуть выше но если мы пойдем работать то это уже знаете как вам сказать правильно это будет какое-то начинание я готова вложить деньги в ту же квартиру в аренду больше но мне хочется там быть хочется там работать будем искать бэвербунг будем составлять в дюссельдорфе вода на сайтах там нам подсказали какие я бы хотела бы там до остаться жить искать квартиру я понимаю прекрасно что спасибо большое германии за помощь еще раз хочу сказать спасибо большое что дали нам такое живет и я прекрасно понимаю что по такой цене не найти квартиры потому что вот дюссельдорф дороже дюссельдорф мне кажется от 700 евро и больше аренда до квартиры ниже там не найти а вот наша квартира пятьсот шестьдесят или сколько 500 копейками короче так скажем его до дюссельдорфе я бы хотела бы знаете такую красивую светлую картину квартиру с балкончиком чтобы потом вам видосики записывать кофе речек выходить выпить показать вам все краевые дек я люблю авариток выходить там да допустим будет может время после работы там же график не будет я допустим я не знаю но почему-то я думаю что вот меня иногда такое есть что я чувствую чувствую вот у меня постоянно цифра видится 8 и почему-то мне вот кажется что график будет восемь часов и мне кажется что вот если график у меня будет там восемь часов каждый день допустим то почему бы нет вечером прогуляться показать вам красивый город меня этот город впечатляет я очень очень сильно хочу поэтому будем резюме составлять дюссельдорфе там не знаю знаю не знаю девочки теряем конечно эту квартиру ну а что и надо что-то менять в этой жизни честно да я вам скажу так как есть меня наш город не впечатляет не впечатляет никак поэтому будем составлять и идти на работу на b2 я не вообще не вижу смысла еще раз говорю если человек осознанно понимать что он хочет окончательно здесь остаться в германии жить планировать что-то конечно он пойдет будет изучать б2 я этого не вижу пока что пока что я вижу что надо быстрее сдать экзамен экзамены как я говорю скоро и идти работать самое лучшее что может быть но мне так кажется потому что я уже устала немножко ходить на курсы кольца что-то менять и нужно это делать так что девочки как это так не знаю и конечно волосы после покраски но все равно по крайней мере вот знаете когда мне говорят там писали покрась покрась волосы сходи там обычную там какую-то краску там советовали когда-то девочки я говорю нет я не буду краситься я не буду ходить тут по салонам потому что наслышана не первый раз и хоть обычной краской хоть ты пойдешь салон что если у меня сейчас солома то салона я тут выйду тоже мне кажется будут сухие волосы никакие ну не знаю постоянно смотрю блогеров которые в германии находятся русскоговорящие не расскажу что не советуют ходить парикмахером которых ты тем более не знаешь вот тогда где-то прочитал а пойду-ка я туда то нет так я хотела бы знаете знать там от людей которые говорят вот я там ходила вот смотри какие у меня волосы вообще классно вот и жюри когда в украину съездила вот и покрасилась свет держится да как-то все равно нету такой желтизны прям конкретный не знаю я довольна что это да украину съездила покрасилась и до сих пор цвет нормально понятно шанс мылся был более светлый но все же так то лучше чем обычной краской так что не знаю даже я вот вижу а не говорю когда там надо что-то подстричь и давай не надо никакие салоны парикмахерские когда ли ножнички возьму и как марину подстрел быстренько и все а что вот марина всегда обращается ко мне когда нужно там даю подстричь я говорю конечно я не против чуму почему бы нет а зачем переплачивать те же 20-30 евро если я могу и бесплатно это все сделать и мне кажется тоже та же самая парикмахерская тем более она говорила что я лучше делаю чем какой-то там парикмахер почему бы нет я только за меня это радует поэтому и сюда я не говорю давай пострелу тебе кончики тем более чтобы не делаю какую-то там не знаю прическу специально не знаю просто пострелу кончики все надо себе тоже это сделать скоро у меня будет те рождения девочки будет может быть я хотела бы но посмотрим по времени как все будет получаться но хотелось бы конечно выйти с вами в эфир ну это уже в дальнейшем я не знаю почему меня всегда планирую свое дорожение мне кажется это у всех не только у меня что девочки есть девочка не любят 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 планировать заранее свое дорожение там да как отметить что вот и я уже жду чтобы с вами пообщаться в эфире и показать как мы будем отмечать не знаю чего не спланировали конкретно куда и что но могу сказать что я уже говорила и буду говорить что путешествия мы обменяем пока что потому что вижу ли мы сейчас на курсы ходим и что там суббота-воскресенье эти два дня пролетят моего дорожение да на какое число это суббота это число это в субботу будет вот так что не знаю я думаю что тут где-то по местности может быть я же говорю мой любимый город истор поедем я посмотрю может какие-то ресторанчики вообще я не говорю а не хочу в короткий а говорю от я хочу на дорожение прийти спить песенку какую-то выпитые горилочки 100 грамм не больше и все заспевать классную песню ось бы так я хотела бы отмечать свой день на ручке ну побачим побачим что она будет не знаю хотелось бы хотелось бы как-то так бантики вот такие девочки как вы думаете вот напишите в комментарии кого вы хотели может там я не знаю ну куклу куклу как-то не знаю тоже надо потому что у меня полет палетки нет теней это надо идти палетку новую покупайте не потому что думаю какой-то яркую может палетку чтобы себя разукрасить не знаю умываются своим гелем которые пила более-менее тут вот фу не слушает кожу пока что крем есть мажу лицом так что успехов прям каких-то нет но все-таки там вчера и когда-то девочка советовала в эфире чтобы записаться в термотолог если не ошибаюсь дюссельдорфе там украинка работает может получится будет термин то запишусь к ней будет назначать не лечение какой-то лица не знаю честно устала устала с этим бороться и слышу постоянно в германии борется с этой проблемой вот не только подростки но и будем моего возраста там 24 25 такого возраста большинство появляется у девочек кстати говоря мальчика тоже но у девочек почему-то чаще так что девочки мальчики не переживайте скоро вы будете знать будете слышать как только курсы закончатся будем рассказывать да какой резюме мы составляем куда мы может будет будем раз будем рассказывать вам господи что мы сегодня не знаю кофе видимо перепела но то как я жарю сани я очень сильно хочу устроиться на работу в дюссельдорфе и жить там не очень сильно нравится город а знаете мне кажется вот почему-то если меня туда тянет значит это не просто так а знаете может быть такое вообще произойти что кардинально все поменяется вы знаете есть такой переехал с одного города другой все у тебя кардинально все меняется может я вообще останусь здесь навсегда а вдруг вдруг может быть такое не знаю почему но меня прям тянет то двор очень сильно очень сильно мне хочется остаться я хочу светлую красивую квартиру что там сделать свой какой-то дизайн что-то новое придумать ну конечно будем вам все показывать тут вполне что мне злазит дай бог что будет хорошо будем обустроивать квартирку вам показывать рассказывать по поводу работы так дальше как у нас будет да все происходить а пока что девочки мальчики уже скоро ощупь вижу его с понедельника идем на курсы останется совсем чуть-чуть потом экзамен и все время быстро летит я не знаю этот вот так быстро пролетел вот девочки мальчики напишите вы заметили это или нет вообще лето особенно для меня лето тоже сердце болит потому что не знаю я человек который любит летом и когда быстро время летит потом еще сидишь как 8 уже 8 как ли это быстро дата пролетела очень быстро так что все девочки пойду я сейчас наверное буду готовить может быть сейчас пойду в кухне в кухне и буду вам показывать что я буду готовить может с вами будем общаться тоже надо купить кстати новый штатив потому что это капец целого дорого она уже сломана ну все люблю целую кто еще не подписан девочки мальчики подписываемся люблю целую до скорых новых встреч пока пока